Фудсъемка натюрморт в современной интерпретации. Три года назад этим делом увлекся и Владимир Попович. Он знает, как сделать так, чтобы, глядя на картинку, у людей буквально слюнки потекли. Это слаженная работа с шефом совместная. Для этого фотографу приходится проявить смекалку, правильно выставить свет, продумать композицию кадра, расставить предметы. Одним словом, создать атмосферу. Допустим, если говорить про этот десерт, то он такой более высокий. То есть лучше его снимать под углом 45 градусов или ровной плоскости. То есть если мы сфотографируем его сверху, объема практически у этого блюда не будет. То есть главное фотографируемый десерт, поэтому он должен быть на переднем плане. Иногда на съемку блюда есть только 10-15 секунд. Упустили момент, придется готовить заново. Салаты могут потерять форму, фрукты почернеть, мясо обветрится. И здесь на помощь приходят сухой лед, зубочистки и фоторедактор. Работа сложная, но прибыльная. Авторское меню в среднем стоит от 20 до 25 тысяч рублей. Заказывают профессиональные фото еды, чаще всего для журналов, соцсетей и сайтов заведений. Люди через картинку обращают на вас внимание. То есть смотрят на красивую картинку, заинтересовываются. Следовательно, приходят в наше заведение и лично хотят попробовать то или иное блюдо. Должно выглядеть аппетитно, сочно, ярко. Поэтому мы очень часто обращаемся к фуд-фотографам. Многие мастера, чтобы блюдо на снимке выглядело безупречно, идут на хитрость. Смазывают мясо машинным маслом или, например, заменяют взбитые сливки пеной для бритья. И при этом еда продолжает выглядеть натурально. Сейчас во многих заведениях существуют специальные акции для гостей. Например, сделав красивый снимок блюда и отправив его в социальные сети с отметкой или геолокацией, можно получить скидку или комплимент от шеф-повара. Но глядя на такие снимки, помните, что главная задача фуд-фотографа – помочь заведению выгодно продать блюдо. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня.